Добрый день! Вы смотрите дискуссию студии АРАЯНИНОГИЛАШВИЛИ. В феврале 2015 года правительство Грузии утвердило план по началу деятельности, профессиональному развитию и по карьерному росту преподавателей. В сентябре к схеме подключились все преподаватели публичной школы Грузии. Сейчас они разделятся на четыре категории и по набранным кредитам, возможных продвижения или снижения по службе. Пилотный год заканчивается и мы решили подытожить работу этого плана с нашими гостями. Сегодня с нами находится специалист в сфере образования, приглашенный преподаватель университета Ильи, профессор Георгий Гахелладзе, Майя Кубахетти, которая представляет свободные профсоюзы преподавателей и ученых Грузии, руководитель Кейти Чачхиани, руководитель технического директора проекта по началу образования Грузии, и Манана Ратьяне представляет Центр профессионального развития, Центр замначальника. И большое спасибо, что вы сегодня находитесь с нами. Надеемся, что у нас будет интересная дискуссия. Манана, скажите, пожалуйста, давайте начнем с общей оценки, потом перейдем на детали. Как вы оцениваете первый год? Какие результаты мы получили? Если мы говорим об оценке, во-первых, спасибо за приглашение. Это действительно очень важная тема, и проходим важный этап. Это год пилотирования. Вы знаете, что учебный год через несколько дней закончится. Мы должны быть готовы, чтобы подытожить пилотный год, чтобы посмотреть, как процессы развивались. Подытоживание исследований нам нужно, чтобы выявить пробелы, были ли они какие-нибудь дефицитные моменты у этого плана, а потом уже составить, так сказать, какие-то рекомендации по улучшению, и потом предложить госкомиссии, который в феврале утвердил план, и предложить механизмы улучшения, совершенствования, и потом уже они будут обсуждать, и если надо, в принципе, они могут принять изменения в этот план. А вообще говоря, мы встречаемся постоянно с преподавателями и директорами на региональном уровне. Исходя из этого, мы можем сказать, что определенные изменения в отношении учителей к этим процессам мы уже, в принципе, видим. Это уже, так сказать, однозначно. Это касается того, что если в начале процесс шел очень осторожно, отнеслись к осторожности, это было понятно, потому что было осуществлено комплексные подходы, было много изменений одновременно, что с ними произошло, так сказать. А сегодня можно сказать, что учителя уже ставят не общие вопросы, а они интересуются уже конкретикой, у них более глубинные вопросы. Это означает, что они полностью понимают, сознают эти требования по отношению к ними, и они, соответственно, так сказать, планируют свою практику по требованию плана. План работает, можно сказать. Да, мы можем сказать, что план внедряется, работает, и внес определенные изменения, что можно рассматривать позитивно. Майя, скажите, пожалуйста, вот Манана говорила об отношении учителей, а вы, наверное, тоже можете говорить со стороны, от имени преподавателя. Особо много замечаний от вас, по крайней мере, медиа, мы не услышали от профсоюзов. И через год, как вы оцениваете данный план, данную схему? Во-первых, большое спасибо за приглашение. Я приветствую ваших зрителей, участников дискуссии. Для нашей организации особо важна была заинтересованность в государстве в плане профессионального роста учителей. После независимости Грузии, это уже вторая попытка, так сказать, сформировать систему профессионального развития преподавателей. Наверное, участники дискуссии согласятся, что в 2010 году, то есть был задействован план по профессиональному развитию по отношению, и по сравнению, так сказать, с этим планом, то есть нынешний план, нынешняя схема более или менее шага сделаны вперед. Конечно, идеального документа нет, и эта схема тоже, конечно, не может быть идеальной. И почему 2015-2016 объявили пилотным годом относительно критики, то есть критика, как бы меньше было слышно, хотя у меня много соображений в плане профессионального развития учителей, требования тоже. И это исходило из того, что я представляю, то я член госкомиссии, и, в принципе, много инициатив в предложении на госкомиссии, большая часть была удалитворена, чтобы интерес педагогов максимально учесть на госкомиссии. А относительно работы этого плана, этой схемы, все-таки мы сместили акцент на профессиональном развитии педагогов, и у нас соответствующие требования в этом плане, то есть к нашей власти. И в чем они состоят? Наверное, все согласитесь, что в плане продвижения учителей, то есть как бы одна из главнейших мотиваций для этого, финансовое обеспечение процесса. На основе опроса наших учителей и на основе изучения наших учителей, то есть заряд среди учителей действительно появился для карьерного роста. Можно отметить также то, что была бы больше мотивации, если бы зарплаты еще росли бы, хотя значительный рост зарплат, конечно, имел место, и это действительно способствовало стимулам среди преподавателей. И интересно, что мы, так сказать, сегодня не сняли с повестки дня вопроса зарплаты. Полная, так сказать, оплата преподавателям, то есть в принципе это меньше, чем оплата, так сказать, в общественном секторе. И требование, что рост зарплат должен продолжиться, если МПО-сектор поддерживает наши требования, если общим усилием мы сможем улучшить социально-экономические условия педагогов, это будет предварительным условием к повышению престижа учителей. Большое спасибо. Мы считаем, что к опросу оплаты мы вернемся. А сейчас, перед тем, как послушаем соображения наших гостей, я хотел предложить всем соображения самих учителей, что они думают об этом плане. Этим заинтересовался наш журналист Гонса Киланава. Учитель начальной ступени Пелестской и Классической гимназии Лера Сехниашвили в этом году впервые выходит на экзамен по сертифицированию учителей. До этого у него не было желания выходить на экзамен, хотя, знакомившись с тестами прошлых лет, убедила, что в них нет ничего непреодолимого. По ее словам, учителям начальной ступени одновременно приходится сдавать экзамены по трем предметам, что создает дискомфорт. Поэтому у педагогов тестирование по всем трем предметам должно быть в разные дни. Лена позитивно оценивает план по профессиональному развитию учителей. Чем хороши эти экзамены для преподавателей? Педагог, в первую очередь, получает сертификат и, наконец, происходит рост зарплат. Соответственно, это первый плюс, что привлекают преподаватели, которые работают на низкие зарплаты. Второй вопрос. Педагог растет в профессиональном плане, в плане знаний и обладевает новыми навыками. Педагог по истории гражданского образования Анна Куправа сдала экзамены по сертифицированию учителей в 2011 году. Сейчас она старший преподаватель. По ее мнению, не надо избегать экзамены по сертифицированию учителей, так как в экзаменационных тестах нет ни одного вопроса, который учитель может не знать. По ее словам, сдавать экзамены в основном не хотят учителя старшего возраста, которые собираются уходить из школы. По мнению Анны Куправа, план по профессиональному развитию учителей для педагогов, как в плане профессионального развития, так и в материальном смысле, очень важна. А, и до этого мы обычно делали свое дело, что меня сейчас требует этот план. Например, схема требует, например, модельных уроков, например, вот исследование моей деятельности, интегрирование и так далее. В принципе, я раньше все время это делала, и я делала, то есть, потому что это была необходимость, а сейчас за это еще мне присутствуют кредиты, и, сходя с кредитом, не повышают зарплату, то, конечно же, почему бы нет, я буду это делать. Процесс сертифицирования учителей именно образования начал в 2010 году, хотя в 2015 году правительство предложило учителям план по началу учительской деятельности и профессиональному развитию, карьерному росту. Согласно плану, существует четыре категории учителей. Практикующий учитель, старший учитель, ведущий учитель и учитель-ментор. С целью продвижения и сохранения категории учителя должны набрать соответствующие кредиты. Георгий, скажите, пожалуйста, вот речь шла о требованиях по нашему сюжету, то есть, насколько имеют ресурс, материальный ресурс и другие преподаватели выполнить те работы, которые предусмотрены для перехода из одной в другую категорию? Большое спасибо на приветствие ваших зрителей. Что касается вашего вопроса насчет ресурсов, разных ресурсов у действующих учителей сегодня, чтобы выполнить требования по плану, точно, к сожалению, никто из нас, я думаю, не даст это, потому что никто не изучал данный вопрос, но опыт подсказывает, что... И в вашем сюжете вот несколько учителей высказали свое мнение, вот это подтверждает, что ничего невозможного здесь нету в случае желания, хотя мы не можем сказать это обо всех. У нас есть какие-то регионы, особенно в деревнях школы, где учителям не всегда доступны литература, если вы хотите, ресурсы для развития тренингового обслуживания, которые необходимы для продвижения по этой схеме, по этому плану. Это не всегда доступно, к сожалению, а количественная оценка, конечно, у нас не имеет такого. И надеемся, что в конце пилотного года, что связано с внедрением данного плана, то есть Центр поясного развития страны, в принципе, внедряет это исследование, эта сторона тоже будет изучена, и у нас будет возможность говорить о ресурсах и возможности, насколько это соответствует, содействует или не содействует учителям для участия в данном плане. Я думаю, что все-таки важна мотивация, безусловно, то есть определить мотивацию и знать, то есть с каким рвением учителя подходят к участию в данном плане. Вот это, конечно, в основном определяет те ресурсы. Акета, скажите, пожалуйста, насколько реально, чтобы схема работала успешно, и учителя успешно смогли не только переход на другую категорию, а хотя бы сохранить категорию, где они находятся сейчас. Я согласна с Майя в отношении старого плана. Нынешний план — это, конечно, большой шаг, сделанный вперед, в первую очередь, потому что не только ориентирован на экзамен или на, скажем, деятельность, что не происходит в школе, и предусматривает много, так сказать, активности на базе школы. Я считаю, что это очень важно, потому что, если мы ознакомимся с международной литературой, с международным опытом успешных стран, они всегда подчеркивают, что профессиональное развитие успешно в том плане для учителей, если фокусировано и ориентировано на учеников, на обучающихся. Часто мы забываем, вот сейчас я вот как раз вот слушал, и мне было интересно, сколько раз прозвучит слово «ученей», когда говорится о схеме, о плане развития учителей. Это самое главное. И также важно, чтобы в этот процесс был подключен директор школы, чтобы именно он обеспечивал профессиональное развитие, то есть, которое предложено правительством, чтобы был ориентирован на конкретных детей и на их конкретные интересы. Считаю, что этот план хорошо удовлетворяет этим принципам, потому что предусматривает не только внешнее наблюдение над учителями, а также наблюдение со стороны директора, а также предусматривает сотрудничество с преподавателем на уровне школы, то, что очень важно. А с другой стороны, если мы будем говорить о том, что можно улучшить, то, наверное, было бы хорошо также добавить, и думаю, что в параллельном режиме можно это сделать, годичный цикл оценки на базе школы, который, так сказать, будет подогнан к данному процессу, к данной схеме, к данному плану, и это очень важно. То есть, реально, чтобы это был не, скажем, одноразовый процесс, а потом, чтобы шел мониторинг во время учебного года, то есть, оценить конкретного учителя в отношении учеников, и это будет содействовать тому, что из года в год учитель будет переходить с конкретными целями. Я уверена, что Министерство образования и Центра развития ресурсов как раз вот почему проводится это исследование, чтобы выявить дополнительные нужды. Данность теперь о том, что нужно больше сфокусироваться на учениках, а также активизация директора школы. И, в принципе, это вполне возможно, если будет на то воля. Хотя у аппетитационной партии, у национального движения были претензии, что, мол, именно вот эта часть может, так сказать, вот, включать себя в опасность лендопатизма. Сейчас мы выходим на рекламу. Мы вернулись и говорим о квалификации учителей. Кетти разговаривала о том, что надо усилить в школе часть оценки, оценочная часть. Как раз в этой связи мы услышали не одну претензию, что это содержит угрозу лендопатизма и опасности. Что вы думаете? Вы знаете, я в меньшей степени вижу и почти не вижу угрозы по непатизму и коррупции. Это зависит от самих учителей, насколько они усвоят требования объективной оценки. Я, скорее всего, буду выделять механизмы. Есть один основной вопрос, на который нужно дать ответ. То есть преподавателя нужно оценить, то есть ее деятельность нужно оценить, то есть как преподают предметы или вырабатывают ли у ученика навыки независимого мышления и навыки культуры и труда. Это, конечно же, важно. И насколько это соответствует тем требованиям, то есть наши учебники и национальные учебные планы. В этом плане я бы сказал, что механизм, то есть у педагогов, то есть механизма оценки педагога пока нету и очень важно для нашей организации, то есть критерий по оценке преподавателей. Я бы хотел отреагировать на мнение Георгия. Я согласна отношению, так сказать, оснащения школы. То есть успешная работа плана действительно зависит от учебно-то, то есть материально-технической оснащенности школы. В этом плане у нас не очень хорошая ситуация. И надо сразу отметить, что преподаватели естественных предметов, они не смогут осуществить полностью цикл преподавания, если у них не будет содействия. Например, в плане вот визуализации для проведения опытов, и в этом отношении в школах нужно, конечно, много работы провести. Ни педагог не сможет развивать в профессиональном плане и не может преподавать также, так сказать, в полном смысле данного слова. Что касается престижа учителей, конечно же, очень важно для повышения престижа, то есть какие мероприятия будут запланированы. Во-первых, нужно, так сказать, кончать антипропаганду в отношении преподавателя, и сейчас происходит обобщенность отдельных экзаменов на весь педагогический корпус, и это наносит вред не только нам, а также детям тоже, потому что у ребенка будет развиться негалистическое отношение к учителю, и он может совсем отказаться от получения образования. Важно считаю то, что неразработаны поощрительные формы, чтобы выявить успешных преподавателей и, так сказать, в позитивном плане представить их широкой публике. За исключением отдельных случаев это не происходит. Я бы также отметил, что государственные награды тоже нужно ввести для мотивации и для того, чтобы школа сама внедряла компанию дооценки. Должны быть объективные подходы и должны внести награды для тех школ, тех преподавателей, особенно высокогорные районы, то есть чьи представители уже давно получают на экзаменах высокие очки. Я думаю, что с такими подходами сможем повысить мотивацию среди педагогов. И один вопрос. То есть сегодня 49 лет, средний возраст педагогов. Георгий, скажите, пожалуйста, может не быть коррупция и, так сказать, не пойти в прямом смысле, но думаете ли, что могут быть субъективные оценки, скажем, при внутренней оценке, например, в какой-то школе могут быть более, скажем, либеральные директоры, а в другой более строгие преподаватели и директор. Вы знаете, по этому плану, по этой схеме, вот, то есть ваш вопрос в меньшей степени, так сказать, предусмотрен, потому что, то есть автономность школ как организации в этой схеме, в отношении прошлой схемы, больше развита, но можно сказать, что не совсем достаточно. То есть субъективность среди школ в меньшей степени будет выделяться. И я согласен и с Кэти, и с Майей тоже. И, в принципе, вопрос тоже, вот, ответственно, то есть для чего, для ученика, то есть насколько вот хорошо трудится преподаватель, какой критерий и кто устанавливает это, во всех обществах устанавливается как раз родителями, то есть самый большой болельщик, так сказать, болельщики своего ребенка и школьное общество, которое работает с этим педагоном. И, то есть, он, то есть, лучший, конечно, ценитель, каким бы высокопрофессиональным, высокопрофессиональным не был преподаватель или государство. Дальнейшее развитие схемы должно быть связано с большей независимостью школ в этом плане. И, конечно же, в этом плане школьное сообщество и в Пилиси, и даже в одном поселении, где несколько школ, они, естественно, отличаются друг от друга, их ожидания отличаются друг от друга, этих людей. То есть, если взять, то есть и преподаватели, и родители всех идентичны и не должны быть идентичны, потому что они лучше установят, если мы хотим, чтобы школа была для общества и чтобы лучше понимать, больше слышать в интервью у учителей речь об учениках, чем о преподавателях или директора, или директоре, или правительстве, как раз именно в этом отношении мы должны идти. А что касается неопатизма, позволите, повторюсь, когда мы говорим о коррупции и неопатизме, есть одна истина, это распространяется на систему образования тоже. Чем, скажем, в центре, так сказать, контроль, то есть в одном центре все как бы собрано, а там более, так сказать, вот, большей опасности неопатизма, коррупции, чем в меньших обществах. Скажите просто, то есть вы думали когда-нибудь о том, чтобы ученик был одним из, так сказать, ценщиков в этом плане, или родитель, как вы думаете? Вы знаете, у нас, то есть если взять текущий план на подготовительном этапе, мы рассматривали не одну версию и не одно соображение, это было, так сказать, испробовано в плане вот принимателей решения и так далее, и одна из версий, которая состояла в том, чтобы ученик был оценщиком преподавателя, хотя в результате, так сказать, вот рассуждения это не вызвало позитивную реакцию и сочли, что оценка ученика не должна быть ведущей, и, соответственно, это не было отражено на схеме. Это очень хороший, так сказать, рычаг, и это интересно, то есть, в принципе, мнение всех должно быть учтено на этом этапе, схема такова, какова она есть, план такой, какой есть, учителя друг друга вот оценивают, есть внешняя оценка, а также есть сама оценка, как один из компонентов была внедрена. И план более, конечно, разнообразным стал, чем раньше это было. Вот Кетти как раз об этом разговаривала, что раньше, если только по экзамену оценивали учителя, вот это, конечно, один из компонентов остается, как один из компонентов, хотя, когда преподаватели за три года, то есть они сдадут это все, то есть компонент будет смещен наружу. То есть квалификация, то есть мы установим квалификацию, а потом уже преподаватель, которого нанимет школа, то есть будет сам по себе компонентным кадром, и внутреннего аудита проверки не будет. То есть мы говорим о том, что это, в принципе, среднесрочный, можно сказать, даже долгосрочный план. Вот эти изменения, которые будут унисены на отношении профессии учителя, и я бы согласилась с Георгием о том, что очень большое значение имеет университетская программа подготовки, как она изменится. Да, это было предусмотрено. Да, как раз название как раз плана, как раз содержит, то есть начало деятельности учителя, то есть речь идет о том, как должна измениться программа подготовки учителя. И сентября будет уже прием, 60-ти кредитные курсы подразумевают, что это будет сертификационный курс, и это будет... И те, которые закончат данный курс и успешно прошли 60-ти кредитные планы, экзамены, они могут подключиться к плану. То есть вы уже назвали четыре категории, потому что преподаватели уже будут те компетенции, которые по стандарту, в принципе, будут определены для старшего преподавателя. Это будет мотиватором для того, чтобы молодые думали о профессии учителя, потому что их, в принципе, оплата будет ограничена не только базовая зарплата, у них будут получать дополнения, которые будут осмотрены для старшего преподавателя. Вот коллеги уже сегодня говорили, и нельзя не сказать, конечно, правильно, что учитель оценивался именно в школе, и чем больше будут данные возможности, независимость школы в этом отношении, чем больше шагом сделано в плане децентрализации, это будет на благо не только развития, а еще плюс повысит доверие к школам, и реально у нас на местах будут те компетенции, которые важны для управления школой, и в целом для того, чтобы сделать школьную жизнь более разнообразной. Это может быть одна из, так сказать, целей этого плана. А когда вы уже говорили о мирнородном опыте, как раз с этой темой мы хотим продолжить нашу дискуссию после рекламы. Мы продолжаем нашу передачу, говорим о квалификации преподавателя. Кирилл, скажите, пожалуйста, вы упомянули международный опыт на веб-странице реформа образования, где блог Симона Джанаши в опыте Литвы, то есть план оказался, так сказать, безуспешным в Литве, и он приводит аргументы. Почему это как бы прошло безуспешно? Оказалось, что категории не, скажем, выражают качество, так сказать, преподавания. И там, где есть высококонцентрация, так и преподаватели, эти школы не показывают вовсе высокие результаты. И что учитель успешно переходит с категории в категории не означает, что он лучший не уделяет работе с бумагами. Вот такие аргументы приведены, например, конкретные страны. И речь идет о том, что этот, то есть, может быть, хотят другой модель внедрить, но уже не могут сменить данную схему, данный план. А мы не можем ли мы получить, скажем, противные результаты? Вы знаете, дело в том, что все зависит от того, как этот процесс будет, так сказать, развиваться. Вот конкретный пример. Если вопрос, скажем, о самооценке, да, то есть, если это превратится в процесс, например, учитель заполняет вопросники, никто не видит, даже директора до конца года данного вопросника в формуляры, просто было сочтено, что учитель сделал это. А если оценочная группа зайдет на, скажем, урок и будет наблюдать за уроком, и неважно, результаты будут, результаты позитивно-негативно, и никто не будет обращать внимания на эти оценки, то это никакой эффекта не будет для преподавателя. И, конечно, в таком плане есть опасность, чтобы вот эта схема стала как бы некой лестницей. Например, если преподаватель какие-то активности существует, невозвисимо от того, насколько эта активность эффективна и отражается на ученике, как-то, да, такая опасность, в принципе, здесь существует. Как раз именно поэтому я говорю о том, что реалистично необходимо, чтобы на каждом этапе, то есть при любой активности, будет ли это наружное наблюдение или внутреннее наблюдение за учителем. С одной стороны, надо равняться на стандарт учителем и на ожидания, и учителем хорошо должен осознать, что это и не только со стороны государства, потому что внедряется стандарт на веб-сайте, то есть выкладывается. Но если директор не оживет это в ежедневной жизни, эти ожидания, то ничего не произойдет, и активизация должна произойти этих ожиданий, и постоянно надо определять результат, прогресс учеников, и надо все это потом сравнивать. Это не предусмотрено ведь, правильно? Да, и как раз поэтому министерство пытается вновь нащупать новые пути для повышения эффективности, хотя в этом плане думаю, что пространство в этой схеме на самом деле есть. По крайней мере, от качества имплементации очень многое зависит, насколько группа оценки, преподаватель подойдут к этому, как возможности профессионального роста. То есть нет необходимости, чтобы все происходило в плане именно вот как бы внутри этой схемы, этого плана. То есть у директора есть возможность создать вспомогательные системы, чтобы сделать работу данного плана более эффектной и эффективной. Какая-то рамка все-таки действий нужна, хотя может быть недостаточно, и на уровне школы надо, конечно, усилить неопатизм. Всегда будет так, как опасность. Это не означает, что это непрофессионализм, но не должны из-за того, что есть опасность, ничего не делать. Вопрос может стать, что нужно делать в школе преподавателей, чтобы профессиональное развитие было ориентировано на учеников. А те опасности, те риски, о которых говорит господин Секо, то тогда в меньшей степени будут. Я уточню, это касается Латы, Литвы. Майя, вы говорили о возрасте педагогов, и мы знаем, что вот в принципе как бы вот возрастная профессия, то есть довольно, то есть возрастные у нас педагоги молодые не интересуются, как видно, профессию учителя, или почему молодые, то есть не попадают в школу. Может быть, школа для них закрыта. Мы знаем, что 48-50 летние педагоги у нас и ниже 31 всего 3 процента или 6 процента, если не ошибаюсь. То есть что касается повышения престижа профессии педагоги, я уже выразил свое соображение, не буду говорить об этом, но я бы отметил, что то есть любая хорошо разработанная система или документ или реформа требует обновления на определенном, то есть план отвечал современным требованиям. То есть средний возраст учителей 49 лет, и у этих преподавателей очень большая заслуга перестрадной. И не их вина, что они получили вот внешнее высшее образование 25-30 лет назад, а для их профессионального развития не было многое сделано. Наоборот, то есть в соответствии с внешними требованиями, это как раз не находилось, те одноразовые тренинги, и никто, в принципе, их не оценивал. То есть было ли это достаточно для карьерного роста, для профессионального роста педагогов? То есть означает, то есть то, что молодые не приходят. Да, конечно, престиж имеет большое значение, у которого уже годы, в принципе, умаляется, и авторитет педагог, конечно, понес большой урон. Я уже говорил о причинах. А что касается, то, что мне кажется важным, это то, что в школе оценка педагогов должна происходить объективно. Если мы не начнем, мы ничего не добьемся никогда, вот, и желательных результатов. Это начало, и среди общества должны укорениться, то есть системы, то есть культура, то есть оценки друг друга, то есть что требуется по плану, по схеме. Относительно возраста, конечно, мы не против молодых кадров, но схема тоже предусматривает этот процесс по новому плану. И это, в принципе, является необходимостью, исходя из теперешнего положения, но это должно происходить со строгим, как бы соблюдая вот принципы объективности. В наших школах много возрастных, хотя преподаватели с прекрасными результатами, которые действительно ориентированы на результаты и на качественные, и проводят качественные уроки. Так что возрастная дискриминация для просеуза категорически неприемлема, если госпрограммы работают для подготовки молодых кадров, а, конечно, действующим педагогам нужно содействие. У нас осталось несколько минут. Георгий, думаете ли вы, что по этой схеме был закрыт путь тем преподавателям, которые сдали и получили сертификаты, хотели начать работу в школе, но по новому плану, может быть, им не удается строиться в школу. Мы услышали такие соображения. Что вы думаете в отношении вот этого соображения? Закрыть – это, конечно, громкое слово. Хотя вот по действующей схеме, по действующим планам, если мы не будем вносить изменения в этот план, они ускорят, как минимум, привлечение данных людей в школу. Причина в том, что… Мы много, в принципе, говорили об этом в течение дискуссии, то есть автономность, оценка, оценка, ротация, привлечение учителей или даже вот провод, заслуженный провод с работы, вот это очень-очень на низком уровне, вот, и нет действительно вот значения. То есть, например, если мотивированы профессиональные люди в системе, в меньшей степени поступают на систему, учитывая, конечно, среди них молодых, это из-за низкого престижа, безусловно, и централизованное управление никак не поднимет престиж. Престиж давно уже упал и давно уже идет по, скажем, вот убывающей. То есть, даже еще до опретения грудью независимости. Самым важным средством будет, если мы будем заботиться, с одной стороны, об осуществлении изменений, увеличении автономности школы. Одна из идей заключалась в том, чтобы, вот, Победительский совет стал одним из институций, институтов, которые, вот, будут участвовать в оценке, это коллегальные институты, говорят, что это нефункционально и так далее. Вот, и, конечно же, это необходимо со стороны государства, то есть, больше заботиться о том, чтобы школа, как институция, в виде директора или других, повысить систему подотчетности перед своим же обществом, а не перед государством. У нас хорошо разве, как так сказать, вот, подотчетность школы перед государством, но важнее всего подталкивать школы, стать подотчетными перед собственным обществом, не в плане лотофинансовым только. Вот, как раз вот здесь вот находится этот узел, который будет содействовать естественному притоку или оттоку в данной профессии людей. Большое спасибо. Кита, мы видели, что как в июле, так и в январе, то есть, в результате экзаменов только 17-18% могли преодолеть барьер. Вот эти данные, что преподавателям сложно сдать экзамен, не будет ли мешать работе плана, работе схемы? А вы знаете, должны ли быть те преподаватели в плане, которые не смогут преодолеть? Большинство такие. Я думаю, что это вопрос, которому нужно утреть большое внимание. Я не сторонница, чтобы мы заняли радикальную позицию в отношении учителей, тех учителей, которые не преодолели минимальную планку, вот, чтобы сразу-ка пораспрощаться с ними. Я думаю, что никак нельзя, то есть, за счет образования, так сказать, будучи в этой стране, делать какой-то компромисс. Как раз те преподаватели, если они получат, так сказать, вот, должную поддержку со стороны государства, что касается тестов, много соображений. Я лично видел определенные вопросы, я лично интересовалась, и все вопросы этих тестов не соответствуют тем стандартам преподавателя и данности. То есть, низкие очки, низкие показатели этого вена теста. Может быть, это же и так. Вот я видел, то есть, тест для третьего класса, для преподавателя. Третьего класса я заинтересовалась, и там были такие задачи, которые, скажем, вот мой ребенок, который в третьем классе очень легко мог решить. И как у родителя, в принципе, могут возникнуть чувства протеста. Конечно, государство должно тоже взять ответственность, и все стороны должны брать ответственность на себя, но и преподаватели тоже, вот, ответственность должны подходить к тому делу, которым они занимаются. Есть, конечно, планка, ниже которой, вот, нельзя опускаться просто. Да, я повторяю, что надо поддерживать их, но если на фоне поддержки их мотивация не повышалась, и их профессионализм не повысился, то тогда государство, то есть, тогда должно всячески постараться, чтобы системы остались самые квалифицированные люди и преподаватели. Я не хочу негативно сейчас заканчивать. То есть, проект, который я представляю, вот, то есть, наш экзамен, вот, и про из проекта начальное образование видно, что преподаватели, независимо от их возраста, даже возрастные преподаватели, после того, как из нашего проекта они получили яркие ожидания, чего мы хотели в плане, вот, профессионального развития, и они получили, вот, скажем, должную поддержку для этого, то есть, то есть, как бы, в принципе, они выразили высокой готовности, активно, вот, занялись этим, даже, вот, в случае, вот, отсутствия внешней мотивации со стороны директора тоже была большая готовность, и не были напуганы ни директора, ни преподаватели, чтобы на базе школы, вот, происходила оценка, потому что дело, как бы, не очень плохо обстоит. Большое спасибо. Чем нам мало времени осталось и много вопросов, и последний вопрос. Должны ли быть квоты для каждой категории, для того, чтобы у нас имелись представления, сколько у нас могут быть высокооплачиваемые преподаватели? Да, я поняла вопрос, я думаю, что квоты в какой-то степени, да, создаст дополнительный барьер для преподавателей, это полностью должно зависеть от профессионального развития учителя, как раз, насколько преподаватель работает над собой, насколько сможет повысить все компетенции и удовлетворить требования плана, насколько эффективна будет ее работа. Вот от этого должно зависеть ее карьерный рост и статус. И добавлю, что профессиональный развитие, если это будет централизованный, единый подход для всех, унифицированный подход, это, конечно, не может работать. Нам как раз нужны, вот, нужно, то есть нужна внедрить система, которая как раз именно отвечает различным нуждам. У нас есть много разных успешных проектов. Сейчас идет, например, проект «Тысячелетие», вот, а здесь-то, то есть преподаватели, которые преподают естественные науки, а также мы будем пользоваться другим ресурсом для разных преподавателей, чтобы они не остались обделены вниманием. И как раз это будет содействовать профессиональному развитию. То есть уже было утверждено, были утверждены программы по аккредитации и, возможно, будет в процессе переподготовки, могут подключиться университеты, МПО и, то есть, предложить выборы, которые подогнаны многоправдным выбором. То есть вы, наверное, уже в плане вот исследования что-нибудь может измениться, вот, исследовать. Конечно, исследования не проводятся радиоисследования, а это проводится для того, чтобы мы реально видели администрацию преподавателей, родителей, самих себя, то есть и те организации, которые, вот, то есть вы видите их настроение, этих перечисленных, где проблемы, где в своем плане внедрения проблемы и так далее. Мы не обращаем на это внимание, мы не воспринимаем эту болезнь, а наоборот, вот, мы все заинтересованы тем, чтобы схема стала лучше, вот, и Коскомиссия также будет подходить, мы уверены, и эти изменения будут направлены на позитиве. Большое спасибо, что вы были с нами. Студия Равнов, конечно, вернется к вопросу квалификации преподавателей. Большое спасибо, что вы были с нами, ждем ваших откликов на нашей сбокстранице, до следующих встреч! Субтитры подогнал «Симон»!